Всем привет! С вами Russian with Dasha. Я сейчас на Кавказе, путешествую в одиночку. Сначала приехала с подругой в Адыгею, но потом решила, что всё-таки хочу увидеть золотую осень, и приехала на Донбай. Я здесь снимаю однокомнатную квартиру и каждый день хожу по каким-то маршрутам, гуляю, и сегодня я вам покажу свой маршрут на Бадугские озёра. Ну что, новый день, новое путешествие. Иду на Бадугские озёра. Моё сердце настроено на тишину, которую дарит нам покой, царящий в природе. Красивые слова. 10.33, и я начинаю свой маршрут. Земля мокрая, надо идти осторожно, потому что достаточно скользко. И сначала нужно будет пройти по лесу примерно час, и потом уже по камням от одного озера до другого. Это один из моих любимых маршрутов. Не доезжая до Донбая, нужно свернуть направо, и вот вы окажетесь возле таблички Бадугские озёра. Маршрут классный тем, что здесь сначала ты гуляешь по очень ароматному лесу, а потом приходишь на три разных шикарных озера. Одно украшу другого. Я взяла с собой перекус. Взяла яйцо, огурец, помидор и заварила чай. Конечно, круто, когда чай завариваешь уже на озере. Но у меня такой возможности нет, потому что я путешествую одна, у меня нет чайника специального горного. Вот. Но, в принципе, и так хорошо. Взяла ещё зефирки к чаю. Буду вам показывать по дороге, что я вижу. Когда вы выбираете одежду, чтобы пойти в горы, придерживайтесь принципа многослойности. Прошло семь минут, а мне уже стало жарко, хотя температура, наверное, 12-15, может быть, градусов. И вот я сняла кофту, положила её в рюкзак и продолжаю свой путь. Я ошиблась. Сейчас 8 градусов Цельсия, а кажется, как будто все 15, потому что солнышко греет. Я дошла до моста. Смотрите, сколько здесь людей. Ну что, ребята, прошёл один час, и я добралась до первого озера. Попробуем обогнала много туристов. Не потому что я быстро шла, а просто потому что туристы шли медленно, группами. Я всё-таки одна. Вот оно такое красивое, маленькое, голубое. Сейчас, когда поднялась, увидела маленьких зверьков. Не знаю, похожи на сусликов или маленьких ласк. Очень милые. И посмотрите, какой вид. Очень красиво. Хотела пойти в поход с группой, чтобы проводник сделал горячий чай, но нашла выход из положения и сделала горячий чай себе сама. И это даже не термос. Это обычная бутылка. Просто я её упаковала в полотенце, и до сих пор чай горячий. Лайфхак! Снимала-снимала для вас, а оказывается, я не нажала на play. Что я говорила? Вот ко второму озеру идёт дорога уже из таких красивых камней. Ничего сложного. Нужно просто идти аккуратно и обязательно иметь удобную обувь. Трейкинговые ботинки иметь не обязательно. Я, например, в обычных кроссовках для бега по пересечённой местности. Вот смотрите, какие тут шикарные виды. Ну и самое главное в горах. Я когда сейчас шла, заметила, очень многие люди были в такой крутой скалолазной одежде, в тёплых куртках. При этом идут, им жарко. На самом деле на этом маршруте не обязательно иметь специальную одежду для скалолазания. Главное, чтобы у вас... Так, куда тут дальше идти? Идём, значит, по камням. Самое главное, чтобы у вас в одежде была многослойность, как я уже сказала. Потому что, когда вы идёте, и вам жарко, вы потеете. И важно в этот момент, ну, более-менее раздеваться, иметь какую-то тонкую ткань, чтобы тело дышало. Потому что, если вы вспотели и поднялись дальше, где будет, например, ледник или сильный холодный ветер, вы сразу же замёрзнете. И, конечно, это вредно. Можно заболеть. А так вот этот маршрут несложный. Любой человек может его преодолеть. Даже пенсионеры, которые мало занимаются спортом. Главное просто идти в своём темпе, делать передышки и вот так наслаждаться видами, как я. Вот я и подошла уже ко второму озеру. Я думаю, что я перекушу, когда уже поднимусь к третьему озеру. Оно, по-моему, самое большое. Так, куда здесь? Вот эти камни напоминают мне природу Казахстана. Когда я езжу к бабушке, там тоже похожая природа. Скалистая местность в северном Казахстане. Так, оп! Вообще, ходить в походы одной – настоящий кайф. Идёшь, дышишь. Конечно, с компанией тоже круто. Мы обычно, когда ходили с друзьями, пели песни. Тоже здорово. Но когда идёшь один, это какая-то особенная атмосфера и просто ощущение единения с природой. Смотрите, здесь у нас интересное дерево, сухое. Там уже виднеется озеро. Я чуть выше забралась, получается. Сейчас буду идти в сторону воды. Самое главное, когда наступаешь на камни, сначала наступать не полностью, не всем весом, а как бы проверять, особенно если это маленькие камни. Но я, конечно, не профессионал, любитель. Ну вот, решила поделиться с тем, что знаю. Так, дерево. Наверное, я на него залезу. Опа! Так, камень. Опа! Что, где озеро? Надо вниз как-то пробираться. Слишком высоко поднялась. Ну, ничего. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие маршруты вы рекомендуете, какие страны, парки, как называются места, насколько сложный маршрут. Я вот всем рекомендую Дамбай. Очень его люблю. Рекомендую приезжать сюда в августе, в сентябре, в начале октября. Самое классное время, по-моему. Некоторые любят весну, когда здесь поляны усеяны красивыми цветами, альпийскими лугами. И также зимой можно приезжать на горнолыжный курорт, кататься на сноуборде и лыжах. Вот и второе озеро. Оно уже кажется более голубым просто потому, что оно глубже. Шикарные цвета. Боже, какая красота. Просто не передать, не передать словами. Какой кайф. Обожаю осень на Дамбая. Продолжая путь, иду на третье озеро. Оно совсем недалеко от второго. Дорога достаточно комфортная, только грязная. Точнее скользкая грязь. Надо быть аккуратной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 которые остались со вчерашнего дня. Но думаю, что сейчас устрою привал, попью чаёк. На самом деле хочется пойти дальше, но я просто не знаю, как идёт дорога, как идёт маршрут. Мне сказали, что можно подняться вообще на три тысячи метров. Не знаю, спрошу, может кто подскажет. На природе всегда всё вкуснее. Огурец, яйцо и вот такой, я не знаю даже как это назвать, снэк. Я перекусила, добрала сил для обратной дороги, немного отдохнула и сейчас пойду вниз тем же путём хочу признаться в любви своему рюкзаку. Я купила его в 2010 году. Ему уже 11 лет и он побывал со мной в США, в Таиланде, в Сибири, на Кавказе, в Санкт-Петербурге, в разных европейских поездках. И выглядит до сих пор как новый. Очень удобная, шикарная спинка. Ребята, всем рекомендую. Очень люблю свой рюкзак. Вообще, рюкзак. Это важно в походе, чтобы спина не уставала. И также, если вы вдруг упадёте на спину, это будет дополнительная защита. Я всё никак не могу уйти отсюда. Прошла чуть дальше. Здесь висит табличка, что дальше проход запрещён. Смотрите, как журчит вода. Замечательный день. Погода немного меняется. Я думаю, что к вечеру будет дождь, поэтому сейчас я уже пойду. Ну вот, смотрю на эту голубую воду и так и хочется окунуться. Здесь как будто бассейн. Такая хорошая глубина, но вода ледяная, поэтому я не буду рисковать. Я не любитель купаться в ледяной воде, хотя многие люди очень любят именно плавать в горных озёрах. Это освежает после долгой прогулки. Ох, сколько птичек. Красивеньких. Маленькие синячки. Путь назад намного легче, чем туда, потому что нужно всё время идти вниз. Главное смотреть под ноги и не скользить на корешках, листве. Когда я была здесь с друзьями, мы любили там, где лес, мы любили спускаться на перегонки. Кто вперёд. Было круто. Это, конечно, экстремально немного. Но я ни разу не падала. И да, прям такой адреналинчик. Вот. Красота. Уже, наверное, десятый раз сказала это слово за свой маршрут. Я буду очень рада вашим комментариям, понравилось ли вам видео, понравился ли вам такой формат живых путешествий со мной. Напишите, пожалуйста. И также интересно, хотите ли вы посетить Северный Кавказ. Для тех, кто не знает, как сюда добраться, можно прилететь в минеральные воды из Москвы или Санкт-Петербурга. Есть прямые рейсы. Примерно три часа нужно будет лететь, если рейс не задержат. Часто их задерживают. И потом, получается, можно взять такси, заранее посмотреть в интернете номер такси минеральной воды Донбай. Раньше это было, по-моему, три с половиной тысячи за машину. Сейчас я не знаю сколько. Если путешествуете на поезде, то станция Невинномыск, самая, по-моему, ближайшая. И оттуда тоже на такси или на автобусе. Но автобус, конечно, идёт дольше. Я, получается, приехала сначала в Адыгею на машине с подругой, потом взяла Блаблакар, доехала до Черкеска, там переночевала у своего крёстного, и потом из Черкеска до Тиберды. Ну и потом, если будете жить на Донбайе, это, конечно, проще будет ходить по маршрутам. Но я рекомендую брать квартиру в Тиберде, потому что на Донбайе очень резко меняется погода и немного холоднее, чем в Тиберде. Конечно, если вы приедете зимой и будете кататься на лыжах или сноуборде, лучше жить на Донбайе. Но если вы приедете во время года, когда можно ходить, то лучше, конечно, Тиберда. Там рядом есть озеро Каракёль и другие интересные места. Что я ещё хотела сказать? Наверное, больше ничего. Продолжаю свой путь. Ребят, у вас бывает такое? Гуляете где-то на природе и хочется плакать от красоты, от удовольствия? Вот у меня сейчас такое чувство, чувство эйфории. Я уже немного намекнула когда-то давно, что это место Кавказ, это моё, можно сказать, место силы, и оно связано с очень положительными воспоминаниями. Я приехала сюда после девяти месяцев пребывания в больнице. Я не знаю, интересно ли вам будет эта история, но, в общем, в течение девяти месяцев я лечилась от туберкулёза. И после того, как я пошла на поправку, меня отправили сюда. Точнее, мне предложили, спросили, куда ты хочешь, на Чемал, это в Горном Алтае, или сюда, на Кавказ. Я сказала, конечно, Кавказ, потому что на Чемале я и так побываю, он недалеко от Новосибирска. Кавказ, ну, как-то было страшновато ехать сюда просто так, и я не пожалела. Я приехала... первый раз я приехала сюда, в санаторий, думала, что на месяц, но меня оставили на три месяца. Это было в две тысячи... в две тысячи четырнадцатом году. Потом я вернулась, чтобы отметить Новый год. Вместе со своей подругой мы и после санатория, и потом на Новый год сюда приезжали. В следующий раз мне дали путёвку в санаторий летом 2015 года, и тогда я была здесь два месяца. Тоже классно время провела, но летом здесь бывает жарковато для меня, поэтому я предпочитаю осень. И последний раз я здесь была в марте 2016-го, жила в санатории месяц, и потом сразу из Тибирды полетела в Санкт-Петербург, просто переехала жить в Санкт-Петербург, не возвращаясь в Новосибирск. И, наверное, поэтому у меня столько положительных эмоций, связанных с этим местом, так как... Ну, представьте, девять месяцев ты лежишь в больнице, думая, что ты завтра умрёшь. Всё время в капельнице, каждый день принимаешь разные препараты, химиотерапию, и, в общем, да, это не весело было. Я думаю, что я как-нибудь запишу эту историю, расскажу о ней в своём подкасте. Заболевание, туберкулёз, невесёлое совершенно, да, и очень многие в России умирают именно от этого заболевания. Но я свою палочку подхватила в Таиланде, и поэтому она была устойчива к лекарствам, то есть не сразу поняли, чем меня лечить. Ну, да, история, конечно, достаточно трагичная, но финал хороший, и я обязательно поделюсь этой историей с вами. Один положительный момент, за что я благодарна туберкулёзу, это то, что мне намного легче переносить коронавирус. Это странно, но у меня выработался иммунитет, и поэтому коронавирус я перенесла в лёгкой форме. Я, можно сказать, его даже не заметила, у меня просто был насморк, и после этого у меня было 9000 антител. Короче, такой небольшой бонус. Вот, так, ладно, я убираю телефон, потому что дальше пойдёт мокрая дорога по лесу, и просто боюсь, что я могу поскользнуться и куда-нибудь улететь. Не переключайтесь! Когда никого нет, кажется, что идёшь по заколдованному лесу. Тишина, покой, только птицы иногда поют. Вот что ещё нужно человеку для счастья? В принципе, ничего, только хорошая прогулка по красивому месту, по красивому лесу, живописная природа. Даже компания не нужна, на самом деле, для счастья. Можно и одному классно провести время. Так, ух, смотрите, какой большой камень. Самое забавное, что когда идёшь вниз, как-то уже не узнаёшь дорогу. Кажется, ой, а я что, здесь уже была? Главное, просто не сворачивать с тропинки, идти по натоптанному, и всё будет хорошо. Да, вот здесь я вроде бы была. Всё нормально. Путь вниз занимает гораздо меньше времени, и он намного легче. Вот, посмотрите, можно даже бежать. Ну, правда, надо это делать аккуратно. Интересно, насколько айфон хорошо покажет картинку. Раз, раз. Конечно, туда было намного сложнее подниматься. Ну, вот я и завершила свой маршрут. Пять часов гуляла по лесу, увидела шикарные озёра. Обязательно приезжайте сюда в любое время года. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И благодарю своих патронов за поддержку. Ребята, вы самые лучшие! Если вы захотите поддержать мой канал и скачивать транскрипции к этим видео, и также подкастом, чтобы лучше и эффективнее изучать русский язык, то ссылка будет в описании. Всем желаю прекраснейшего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода